Я бы хотел поделиться своим первым опытом проведения акций. Для первого раза выбрал самый безопасный вариант, за который грозит только административный арест. Вначале я хотел бы рассказать, почему я вообще решил этим заняться. События в стране беспокоят каждого белоруса, в том числе и меня. Из-за этих событий я нахожусь в постоянном стрессе, потому что я из небольшого города. В городе у нас перестали выходить на улицу люди, а сидеть сложа руки мне не позволяет моя совесть. Поэтому я решил сделать хоть что-то для общего дела, а не раздавать советы в интернете. Людей, раздающих советы, хватает, а в стране нужны люди, которые что-то делают. Первое. Я выбрал цель. Это был гаражный кооператив, где рядом есть лес и днем много ездит машин. Стена гаража выходила на дорогу, где мой рисунок должен был просматриваться с этой дороги. Предварительно я несколько раз изучил маршрут, все подходы, пути отхода и понял, что для первого раза он идеально подходит, так как рядом был лес, в котором я мог легко скрыться. Я долго думал, что нарисовать и в итоге выбрал трафарет белого-шервона белого флага, так как он проще всего делается. Сначала я закупил краску в баллонах, папку для документов. Изначально я хотел изготовить трафарет погони, но у меня не получилось, так как слишком мелкие детали для вырезания, поэтому я решил вырезать трафарет флага из папки и картона. Перед выходом я попробовал нарисовать флаг в укрытии, и у меня ничего не получилось, так как краска сильно растекалась. Почитав инструкцию, я понял, что перед покраской баллон нужно трясти несколько минут и с расстояния 20 см красить. Когда я это сделал, проблема ушла. Все компоненты я принес домой, подготовил сменную одежду, получилось две сумки. Одна с вещами, другая с краской и трафаретом. Где-то в 0.30 я вышел из дома. Когда я выходил, то обратил внимание, что при любом толчке баллоны с краской гремели, что очень сильно напрягало меня. До точки я решил добираться пешком через лесополосу. По дороге к лесополосе я повсюду встречал людей. Я постоянно себя спрашивал, что вы делаете на улице в час ночи. Мне казалось, что все знают, чем я собираюсь заниматься, и вот-вот зададут меня в ментовку. Зайдя в лес, я переоделся и понял, что не учел один момент. В лесу ночью ничего не видно. Через несколько минут глаза привыкли к темноте, и я стал немного видеть тропинку, по которой шел. Все мои чувства обострились, я слышал любой шорох по дороге, и мне везде мерещилось, что за мной кто-то следит. Пока я шел, у меня не покидала мысль, зачем я этим занимаюсь, ведь я уже взрослый человек, которому не нужны проблемы, и может быть мне вернуться домой пока не поздно. Но если бы я вернулся, то перестал бы себя уважать. Долго блуждая по лесу, я все-таки вышел к нужным гаражам. Подойдя на нужную точку, я стал раскладывать все сумки, открывать баллоны, затем трясти их, и понял, что если бы это было более проходное место, то я спалился бы, так как 15 минут только раскладываться – это большая ошибка. Но место позволяло такую вольность. Постоянно ездили машины, которые не давали нарисовать флаг. Я не думал, что люди по ночам так часто катаются. Когда немного успокоилось, я вначале нарисовал белую основу для флага, немного подождал, пока она подсохнет, а затем приложил трафарет и нанес красную полосу. Когда я закончил, то я начал собираться, и понял, что если что-то потеряю, то ничего не найду в этой темноте. Обратно шел через лес, заблудился, но в итоге нашел выход. Возле выхода переоделся и пошел домой. Сердце билось, как сумасшедшее. Я чувствовал, что вот-вот меня поймает, но я спокойно дошел до дома. Уже дома я понял, что одежда, которую я переодел, воняет краской. И я не зря заморочился с переодевания. В эту ночь я спал лучше, чем обычно, так как знал, что я сделал что-то для общего дела. Какие выводы я сделал? Первое. Нужно иметь сменную одежду. Так как во время акции одежду можно испачкать или она будет вонять краской. Второе. Выходить на акцию ближе к 3 часам ночи, так как раньше может быть много зевак. Третье. Все не так страшно, как кажется. Основные страхи мы рисуем себе сами в голове. И четвертое. Самое главное. Грамотная подготовка к акции это 80% успеха. Удачи вам, братья и сестры. В следующий раз я расскажу, как я запенивал табакерку.